Большое количество подобных пациентов, к сожалению, не всегда им оказывается адекватным диспансерным наблюдением в амбулаторных условиях, в связи с чем сохраняется высокая частота как местных, так и системных расположений, и вследствие этого существует нарушение качества жизни. В короткой архиологии лимфоидной ткани в лоточном кольце находится в течении жизни постоянной кондиционной агрессии, в связи с чем может формироваться очаги хронического воспаления. Если не происходит адекватного наблюдения и увеличения подобных пациентов, возможно распространение процесса за пределами канзелярных структур, сформирование воспаления парканзелярных пространств, и наибольшей степенью которого является обрывание абсцессов в лодке. Также существуют у меня, включающие возможно немалую роль малых свиноживёв, называемых свиноживёв-свойня. На снимке схематичные предстады располагаются они на университетном кольце гендаря, и считается, что процесс парканзелярных пространств может проникать по их протонам. В поседневной практике мы видим большое количество детей с абсцессами в лодке, чуть ли не ежедневно поступают такие дети, и задавались цели, вопросом, каковы современные особенности анализов, почему сохраняется достаточно высокий риск заболеваемости. И провели такой вот третерспективный исследователь в истории детей. Было проведено изучение 290 исследований истории болезни 291 центра, госпитализированных в городе Лени-Морозовской больнице 2014-го, начало года, по камену 2015-го, по пункту абсцессы в лодке. Также было изучено 246 результатов биологических исследований поселок из абсцессов в лодке. Относительно распределения полового разницы не обнаружено, как мальчики, так и девочки болеют в экзит одинаково. Самому младшему ребенку было 1 год 7 месяцев, старше 17 лет 10 месяцев, ну дальше уже взрослая практика. В локализации чаще всего встречаются партнезиальные абсцессы – это 265 всех случаев, гораздо ежедневно парапрегиальные 20 эпизодов, и совсем единичные – это ретро-прегиальные 6 случаев заболеваемости. От общего числа все госпитализированные детей с острой лодоктологии абсцессы в лодке составили 8%. Больше всех детей в возрасте от семерых – 14 лет, младший и средний школьный возраст. Меньше, но все равно есть дети старше 14 лет. И самая молодая группа – это ветерального возраста, это было 7 лет. Заболевание впервые развилось у детей, впервые развился в 250 миллионов лет. Однако 40 детей поступали уже с рецидивирующим течением абсцессы. Период ремиссии составлял в среднем 8 с половиной месяцев, от трех недель до 13 месяцев в различных случаях. Микробный пейзаж. Как и по данным многих источников, мы также выявили, что преимуществами возбудителя явился бета-генетический стрептококкей группы А, в меньшем количестве определять золотистый стафилококк, стрептококкей фериденс, бета-генетический стрептококкей групп BCDG, смешанная флороидничная в 43% случаев роста пассива недавно. Бактериально-грибковая ассоциация встретилась у 16 специалов. Стоит заметить, что классическими считается предшествие ангины перед формированием парамзелярного абсцесса, однако в подавляющей большинстве случаев 74% детей не имели визота какого-то острого воспаления медали, острого ассоциации. Также важным моментом анализа хотим отметить, что 40 детей госпитализированных с рецидивами не все наблюдались после первого случая абсцесса на местах. Только между 27 детей получали амбулаторное наблюдение, тем не менее все равно развивались рецидивы. Даже у детей после подавляющихся. Так или иначе, дети накануне формирования абсцесса приносили какие-то эпизоды респираторной инфекции. У 54% детей в принципе не проводилось антибактериальной терапии накануне формирования абсцесса. У 36% антибактериальной терапии проводилось с коротким сроком до 5 суток и 10% данных мы не получили. Дети с рецидивирующим течением получали антибактериальную терапию, так как уже ощущалось развитие повторного воспаления, но 78% получили курс короткий. Мы считаем, что курс антибактериальной терапии у детей с хроническим танзелитом и риском рецидива абсцесса должен быть продолжительным не менее 10 дней. 78% получили менее 10 дней. Но даже те, кто получили полноценный курс антибактериальной терапии, все равно у них разница. Несмотря на то, что у многих детей отмечаются внешние достаточно яркие признаки хронического танзелита, в нередко на местах, в ладонах, дети не рекомендуют дискутеризироваться, плавно проводить его с альтамией. Это объясняется такими понятными для родителей вопросами, что нет уносительства бактериальной инфекции по результатам пассивных избыток, нет каких-то системных осложнений, в частности, по данным биохимических анализов крови, нет изменения параметра по дистриктуризированного, целесообразительного труха или по другому факту. Также и по данным зарубежных авторах отмечается, что в последнее время в момент инфекционного воспаления уходит на второй план в показаниях патозеоктомии и зарастает доля респираторных расстройств, связанных с забольнением гипертрофированными лентами. А именно инфекционный лент входит на второй план. Если посмотреть различия между детской и взрослой практикой, взрослая практика патозеарной абсцесс обычно считается показанием последующей тонзелоктомии, если не проведение тонзелоктомии одномоментно с раскрытием абсцесса. У детей же все-таки зачастую привыкли проводить такой консервативный подход. Органно-сохраняющая тактика объясняется в основном иммунокомпетентной роли для входа для ткани в лодке и некими серьезными нарушениями иммунной системы, в целом и защитой от лодки, в частности, вследствие удаления миндалей. Мы считаем, что нюрный миндаль, который перенес патозеарный абсцесс, является очагом хронической инфекции и влияет на состояние всех органов и систем организма, а также иммунной системы, в частности. Считаем, что наиболее частыми недостатками амбулаторного влечения пациентов на этапах предшествующих формирования абсцесс, являются недостатки амбулаторного наблюдения диспансерного учета пациентов с хроническим тонзелитом, дефекта антидакториальной терапии как острого, так и обострения хронического тонзелита и ограничения показания тонзелитомии на амбулаторный терапии. И, безусловно, читаем, даем такую рекомендацию, что наличие в аналоте патозеарного абсцесса является абсолютным показанием последующей тонзелитомии у ребенка в полу после сезона. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.